Депутат Госдумы Владимир Васильев провел в Твери прием граждан. Жители нашей области обратились к политику с вопросами, связанными со сферой культуры и здравоохранения. Все подробности у нашего корреспондента. Яна – молодой художественный руководитель Дома культуры в поселке Березайка в Балаговском муниципальном округе. В ДК серьезные проблемы с отоплением. Девушка с болью рассказывает депутату Госдумы о ситуации, с которой пришлось столкнуться коллективу и детям. К нам пришел новый специалист, и она взяла детей дошкольного возраста. То есть дети от полутора лет занимаются в нашем здании, а условий для этого нет. Просто потому что очень холодно. Дети заболевают, и, соответственно, приоритеты у родителей. Родители становятся менее заинтересованы от того, что условия нам не позволяют просто принимать деток. Своими силами сотрудники ДК и их семьи решают бытовые проблемы сельского очага культуры. Но более глобально им решить уже не под силу. В этом году ситуация загубилась еще сильнее. Обвалился фасад, потекла крыша. После обвала фасада угол мокрый, сырой, и от этого влажность. Стены в ужасном состоянии в одном из помещений. Течет крыша уже в нескольких местах. В 2017 году нам помогали подлатать эту крышу. Но сейчас все вернулось на свои места, и это уже становится нашей глобальной проблемой. Во встрече с гражданами участвовали депутат Госдумы России Владимир Васильев, а также депутаты областного парламента и Тверской городской думы, министр культуры Тверской области. Ксения Гринка отметила, что проблемный вопрос будет рассмотрен более детально. Владимир Васильев поддержал. Ирина и Елена пришли на прием к Владимиру Васильеву с проблемой в сфере здравоохранения. Женщин беспокоят состояние Оршинской участковой больницы. У нас там существует палеотивное отделение. Конечно, для людей, которые, сами понимаете, в таких условиях больные, им хотелось бы, чтобы было комфорта побольше. Только на разработку проектно-сметной документации на ремонт Оршинской больницы понадобится 9 миллионов рублей. А на ремонт здания самой амбулатории 137 миллионов. Такие данные озвучили представители регионального Минздрава. В марте вопрос финансирования будет рассмотрен на заседании бюджетной комиссии. Наши дети, что это наши старики, что это наша страна. Сейчас время хорошее. Я думаю, у нас все получится. Личный депутатский прием, формат взаимодействия с избирателями, в ходе которого им оказывается прямая адресная помощь, принимаются важные решения, способные позитивно повлиять на проблему. Это одна из важнейших составляющих работы депутата. На каждой такой встрече выстраивается содержательный диалог, в ходе которого дается обозначить основные трудности и найти пути их решения.